Всем привет, дорогие друзья! С вами Макс и Ксю. И сегодня юбилейный 10-й день нашего путешествия. Мы уже выселились из предыдущей квартиры и едем заселяться в новую. А дальше отправимся покорять крутые места Анапы. Ну а вы пока что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А вам приятного просмотра! Так как мы снимаем квартиры фактически день в день, а вариантов очень мало... Реально сложно найти неплохую квартиру по адекватной цене. Но нам опять повезло. Мы вообще думали, что мы в машине будем ночевать. Ну мы так и планировали, но так как в Анапе очень душно, мы поняли, что без душа мы не сможем. Поэтому все-таки сняли на эту ночь квартиру тоже. Начинается моя любимая рубрика Room Tour. Тут у нас находится шкаф, большой достаточно шкаф. Проходим, начнем с санузла. Как бы в санузле все есть. Душевая, туалет, раковина, стиральная машина. Все окей. Идем в спальню. Спаленка достаточно просторная. Самое главное, с кроватью. Да, потому что Ксюша не любит ночевать, где только диваны. Проходим на балкончик. Вот это зона вообще. Балкончик уютный, большой. Это чем классная она, да. Так, разворот. На 180 градусов. Идем на кухню. На кухне у нас тут есть диванчик, чтобы посидеть. Столик, чтобы покушать. Ну, холодильник. И достаточно комфортная кухня, симпатичная. Такая серенькая. На святой квартире встретила хозяйка. Все показала, рассказала. И самый прикол. Все места, которые мы планировали сегодня посетить, она раскритиковала и сказала, что туда ехать сегодня точно не стоит. Потому что на озере вообще нет воды, а там, куда мы планировали еще поехать, все разрушено. Но посоветовала нам место, в которое 100% надо посетить здесь. И море, где чистая вода и гораздо меньше людей. Поэтому именно туда мы сегодня и отправимся. Первая наша остановка это рай. Ну, не тот рай, о котором вы могли бы подумать. Но я надеюсь, что это реально райское место будет. Потому что хозяйка квартиры сказала, что туда точно стоит сходить. Это прям место силы, место, в которое прям каждый турист должен побывать. Поэтому посмотрим, насколько там будет классно. Судя по навигатору, ехать еще на минут 10. Но мы увидели, что все паркуют здесь машины. И подумали, что, скорее всего, внизу уже с нас возьмут плату. Поэтому, пожалуй, машину мы оставим здесь. А дальше пойдем пешком. Как мы любим ходить. Мы все путешествия ходим и ходим, ходим и ходим. Прекрасно. Если бы еще больше ходили, было бы еще прекраснее. Но мы, как по мне, ходим мало. Нет. Можете смело ехать дальше. Потому что тут есть где поставить машины. Мы как раз доехали до автокемпинга. Добежали мы до автокемпинга. Не доехали, к сожалению. А вы можете это сделать, в отличие от нас. Но автокемпинг это так и не построился. Вот он заброшен. Но тут все равно взимают плату за парковку. Очень странно. Но мне кажется, что он не заброшен. Потому что прайс-лист полностью написан. Кстати, чтобы приехать со своей машины и со своей палаткой, остановиться здесь... Нужно заплатить 2000. Чисто мы, которые ездим постоянно в поход, и ничего за это не платим. Тут есть два пути. Либо идти на вершину, либо под шлагбаум. Люди ходят туда и туда, но мы, наверное, пойдем сначала вниз. Открывается тут, конечно, прям сочная такая картинка. Как мы поняли, мы идем правильно под шлагбаум, потому что хозяйка квартиры сказала, что мы должны увидеть мишку и беседки. Мишка как раз внизу, вон я его вижу. Да, и беседки тоже там. А наверх дорога, скорее всего, ведет к популярному месту 800 ступеней. Но она сказала, что нет смысла туда идти, потому что, ну, спуститься, да, подняться вообще сложно, но здесь вид красивее. Ты посмотри, какой цвет воды. Мне напоминает прям Нусапиниду. Да, я только хотела сказать, что ни вот в предыдущем месте мы были, не было похоже, а здесь реально прям Нусапинида. Мы дошли до мишки, и он похож на меня. Такой же хороший. Хорошо, теперь моя шутка. Вы оцените, какая лучше. И здесь должен был быть какой-то интересный факт о нем, но интернет здесь не работает. Короче, Мишка крутой, фон обалденный. Фотки можете здесь поделать, прикольно. Да. Чтобы спуститься вниз, вам нужно будет преодолеть расстояние в 400 ступеней. Пляжа такового там и нет, но зато вода чистая. Но говорят, что 400 ступеней сломаны, и последние вам придется спускаться по веревке. Именно поэтому мы туда не будем спускаться. Ксюш, ну если медвежонок похож на меня, то на кого похож крокодил? Крокодил Гена? Я думаю, что не на меня точно, у нас нет схожих факторов. Не, ну как вариант чебурашка, ты меня так иногда называешь. Вот я нашла крокодила Гена. Ребята, очень важная информация. Обязательно переходите по этому QR-коду в Телеграм и следите за нами там. Также есть ссылочка в описании. Обязательно. Мы туда, что, просто так делаем контент. У Ксюши получилось меня уговорить, чтобы мы спустились эти 400 ступеней по максимуму, чтобы вам подснять какой-то обрыв. Ну все для вас, родные, все для вас. Тут такая красота уже. Очень красиво. Смотри, берег. А вон там люди, кстати. Смотри, там все купаются. А это дальше пляж. А мне кажется, тут спускаешься и идешь туда. Ну может быть. Я тут узнала, что это за пляж. В общем, там находится как раз 800 ступеней. И прям возле него нудистский пляж. Пойдем туда? Вот почему Макс хотел туда. Я теперь поняла. Вот так вот, ребята. Не для нас он туда хочет, а на нудистский пляж. Мы зря спускались, получается. Мы хотели показать вам, где веревка и где заканчивается дорога, но она не заканчивается. Но походу все сделали, потому что ступеньки прям до самого пляжа. И нормально. Мы прошли, получается, ну где-то 350 ступеней. Да, конечно, нормально. Сейчас только наверх нужно обратно подняться. Ну и прекрасно. Качаем булочки. Субтитры сделал DimaTorzok Кемпинг, оказывается, функционирует. Там сидит охранник и взимает плату за проезд. И, кстати, там остановилась семья с палаткой. Их там много. Я не знаю, почему ты заметил только одну, но там достаточно спрятаны беседки и палатки. И много расположилось. Там было много палаток? Да, и палатчик, и беседок. Я видел только одну. Там есть еще люди, которые останавливаются даже за такие деньги. Мы вернулись обратно на ту самую развилку, и мы узнали, если пойти наверх, то мы придем к ласточкиным гнездам. Это то самое место, в которое мы изначально и планировали ехать, но хозяйка квартиры сказала, что там что-то уже подсыпалось, разрушилось. Сами гнезда стоят, но если сравнивать то место с вот этим, там уже не так красиво. Да, она сказала, что вот это, куда мы сейчас ходили, в 10 раз лучше. И идти туда час мы решили не тратить свое время, поехать вам показывать красоты Анапы дальше. Всем привет! С вами Максим Аслевов, Миляев, и мы отправляемся с вами в самое страшное заброшенное место. Это замок Анапы. Ну, а если серьезно, ребят, тут очень много недостроев, а могло быть много отелей. Очень жалко, безумно красивое место. А мы могли бы не тратить время и доехать туда на машине. Кажется, у меня дежавю. Еще совсем недавно в Крыму мы точно так же спускались, возвращались к машине, и Макс говорил, точно такие же слова. Но тут идти 5 минут. Да какая разница, сколько идти? Гуляем. Главное, что мы могли доехать на машинке. Наслаждаемся. Он просто опять же голодный снова. Смотри, а если бы мы поехали на машине, мы бы затратили меньше времени, и мы бы успели сходить на ласточкины гнезда. И мы бы потратили меньше калорий, и меньше кушали бы сегодня. Да ладно, на эти калории. Так как мы успели проголодаться, пока гуляем. Проголодаться до охоты жрать. Очень сильно мы проголодались, пока гуляли. Хорошо, что мы с собой взяли еду. У Макса ролл. Мой любимый. Его любимый. Батончик. У меня гречка с курицей. Батончик. И напитки. Морс. Из сушевока. И напитки без сахара. Вот. Все. Мы обедать. Приятного аппетита. И едем скорее показывать уже вам пляж. Ну вот мы наконец-то и добрались до того самого пляжа. Называется он пляж 40 лет победы. Единственное его отличие в том, что он не песчаный, а каменный. Но зато он гораздо чище. Он не цветет. И здесь реально мало народу. И все-таки если вы приезжаете сюда отдохнуть с детьми, то лучше выбрать песчаный пляж. Ну а если вы все-таки выбираете пойти сюда, то возьмите обувь для плавания, потому что я вижу, что там камни. Но нам сказала хозяйка, что там расчищены какие-то дорожки для того, чтобы можно было спокойно поплавать. Но если бы я бы ехал, я бы ехал сюда, потому что я люблю чистое море. Да. А в том болоте я бы купаться не захотел. Если все-таки вы в Анапе, то езжайте сюда. Сверху пляжа есть набережная. Я так смотрю, она достаточно длинная. И говорят, что тут хорошие кафешки. Ну, прилично выглядит, по крайней мере. Мы решили не спускаться на пляж, потому что уже закат. Остается мало времени, чтобы посетить еще одну локацию. Но самое главное, что пляж чистый, вода чистая. А значит, сюда стоит ехать. Мы приехали на маяк. Если честно, у меня всегда впечатление было о маяках такое, что это старые какие-то сооружения. Но это к этому не относится. Потому что когда я Максу сказала, что надо съездить на маяк, он говорит, типа, они же все старые, стрёмные. Я говорю, а вот нет, потому что в детстве я здесь много раз была и знаю, что этот маяк выглядит классно. Когда я была маленькая, мама отправляла меня в лагерь, и он находится именно здесь. К сожалению, мы не смогли туда пройти, потому что здесь идет стройка. Но это такие классные воспоминания. Там сейчас проходит вечерняя программа, и я прям вспоминаю маяк просто сердечки моего. Около маяка есть набережная, и как мы поняли, она достаточно длинная. Мы сейчас идем, любуемся. Тоже горят огонечки тут, так красиво. Но, кстати, вечер, а все еще очень душно. Поэтому мне прям хочется мороженого. И людей, конечно, в Анапе очень много. Куда бы мы ни пошли, везде народ. Очень много людей. Музыка. 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 Ну и на этом наше видео подходит к концу. Но уже завтра мы выдвигаемся в новое путешествие. Анапа нам очень понравилась, и мы обязательно вернемся сюда снова. Но не на песочный пляж. Но есть огромный минус. Это количество людей. Здесь очень много народу. Ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до завтра. Пока. Пока-пока. Пока-пока.